Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы в прямом эфире. Программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидение, и на радио Титим Сахарадиата. Режиссёры Марина Сунхалырова и Николай Слепцов. Сегодня в студии у микрофона ведущий редактор Юрий Сергеев. Приветствую телезрителей и радиослушателей. В нашей сегодняшней передаче отчитываемся о доходах за 2023 год. Информируют специалисты Управления Федеральной Налоговой Службы по Республике Саха, Якутия. А затем в нашей программе «К выборам президента Российской Федерации» разъясняет Якутская городская территориальная избирательная комиссия. Итак, мы начинаем. Представлю участников нашей студии. Это заместитель начальника отдела Казани государственных услуг номер один Управления Федеральной Налоговой Службы по Республике Саха, Якутия Наталья Валентиновна Мазайтис. Здравствуйте. Здравствуйте. И старший государственный инспектор этого же отдела Валерия Владимировна Макарова. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые телезрители и радиослушатели. Вот ваши вопросы, если они у вас возникнут в ходе нашей сегодняшней передачи, в течение прямого эфира, вот этих 20 минут нашего первого блока, то, пожалуйста, задавайте их по телефону 320066 и 321166. Итак, налоговая служба. Отчитываемся о доходах за 2023 год. Ну что ж, вопрос первый Валерии Владимировне. Декларационная кампания 2024 года. Кто должен представить декларацию о доходах? Пожалуйста. Да, 1 января у нас стартовала декларационная кампания 2024 года. Это значит, что физические лица, которые получили доход в 2023 году, должны представить декларацию по налогу на доходы физических лиц. Представить декларацию необходимо в срок до 30 апреля, а с учетом выходных до 2 мая 2024 года. А также исчисленный в декларации налог уплатить в срок до 15 июля 2024 года. Так, а какие вот доходы декларируем тогда? Задекларировать доходы необходимо в случае, если вы продали недвижимое имущество, то есть это квартиру, жилой дом, который был у вас в собственности менее 3 лет. Также если вы продали транспортное средство, которое было у вас в собственности менее 3 лет. Также задекларировать доходы необходимо, если вы получили выигрыш от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых букмекерскими компаниями и тотализаторами, сумму до 15 тысяч рублей. Да, в этом случае мы должны задекларировать такой доход. Далее, если вы получили вознаграждение от физических лиц или организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основании заключенных договоров, таких как договоров гражданского правового характера, договоров имущественного найма, договоров аренды любого вашего имущества. То есть если вы сдавали в 2023 году в аренду свое имущество, то необходимо подать декларацию. Также декларацию подаем, если при получении дохода от нерегулярных разовых сделок при оказании услуг. Далее мы подаем декларацию в случае, если вы получили в дар недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли, паи от физических лиц, которые не являются вам близкими родственниками. Также мы должны задекларировать доход, полученный от иностранных источников, которые находятся за пределами Российской Федерации. И, конечно, задекларировать свои доходы, подать декларацию по форме 3НДФЛ должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские конторы и другие лица, которые занимаются частной практикой. У вас все, да? Уважаемые телезрители и радиослушатели, пожалуйста, если есть какие-то вопросы к участникам нашей сегодняшней передачи, то звоните 32 00 66 и 32 11 66. Так, ну, ты добавите, что? Да, хотелось бы отметить, что отсутствует обязанность предоставлять декларацию, если вы, например, подали жилое имущество, то есть жилой дом, квартиру, земельный участок, и сумма дохода не превысила 1 миллион рублей. В этом случае декларацию не подаем. Также, если вы продали иное имущество, например, гараж, машина-место, да, и сумма дохода у вас не превысила 250 000 рублей, декларацию не подаем. И транспортных средств это также касается. Автомобиль, мотоцикл, если сумма дохода не превысила 250 000 рублей, то обязанности подавать декларацию нету. При этом важно отметить, что если вы в 2023 году продали, например, два транспортных средства, то учитывается совокупность этих объектов, да, они оба не должны превышать, доход не должен превышать 250 000 рублей. Так, ну что ж, следующий вопрос хочу задать Наталье Валентиновне. Новый в социальных вычетах по НДФЛ, пожалуйста, вам слово. Добрый день. Ещё раз. С 1 января 2024 года увеличиваются размеры социальных вычетов. Вычеты на обучение детей с 50 000 увеличиваются до 110 000 рублей. Сумма социальных вычетов на лечение, на обучение своё, на фитнес увеличивается со 120 000 до 150 000 рублей. Новые максимальные значения нужно применять по доходам с 2024 года. То есть все граждане вправе подать декларации по форме 3 НДФЛ на получение социальных вычетов за 2024 год по этим доходам в 2025 году. Работодатели могут предоставить своим работникам эти вычеты в 2024 году, но при условии выполнения некоторых условий. То есть свои работники должны представить заявление к своему работодателю. Заявление предоставляется в произвольной форме. И к этому заявлению они должны, значит, налоговый орган предоставить заявление на уведомление, для того, чтобы налоговый орган рассчитал этот социальный вычет и работодателю в электронном виде отправил, для того, чтобы работодатель сделал расчёт в 2024 году. Так, вот есть, оказывается, ещё и льготы по НДФЛ для родителей с двумя и более детьми, вот при улучшении жилищных условий, оказывается. Да, есть такая льгота. Данная льгота действует с 2021 года. То есть при улучшении жилищных условий предоставляется льгота по налогу на доходы физлиц, но при продаже, то есть объекта жилья и покупке нового, то есть если вы решили расширить свои жилищные условия, в этом случае предоставляется льгота при выполнении пяти условий. Это первое условие, это должны быть у вас иметь двоих детей и более до 18 лет, то есть несовершеннолетние. Но здесь имеется в виду ещё то, что если ребёнок один обучается там по очной форме обучения, то данная льгота до 24 лет предоставляется. Кроме того, нужно приобрести сразу после продажи жилья в текущем году или до 30 апреля следующего года новое расширенное жильё. Соответственно, это условие должно быть выполняться. Кроме того, общая площадь нового жилья должна быть больше или кадастровая стоимость того, которого вы продали. Далее условие по кадастровая стоимость продаваемого жилья должна быть не более 50 миллионов рублей. И пятое условие – это в совокупности продаваемое жильё, тогда, когда вы продаёте, не должны иметь другого жилья. То есть одно жильё, другое жильё вы не должны иметь. И следует учесть, что льгота предоставляется даже если вот это жильё, которое вы продаёте, у вас в собственности менее трёх лет. То есть вот эта льгота. И с 2023 года новое к жилью было присовокуплено земельные участки с домом и хозяйственные постройки. То есть это новое с 2023 года действует. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, 32-00-66, 32-11-66. Ну теперь вот, Валерия Владимировна, а что будет, конечно, если не представить эту декларацию, да, такую ежегодную, традиционную, при продаже, скажем, недвижимого имущества? Вот в этом случае что ожидает человек? А в случае, если обязанность представить декларацию была, но вы её не представили, не сдали отчётность, да, в этом случае налоговый орган самостоятельно начисляет налог к уплате, да, и помимо этого будут назначены штрафные санкции. То есть помимо того, что вы будете уплачивать налог, также вам будет начислен и штраф, и пенни. В случае же, если вы сдадите отчётность позже срока, после 2 мая 2024 года, да, в этом случае к вам также будут применены штрафные санкции. А какие-то причины, может, какие-то обстоятельства могут повлиять? Это учитывается, нет? Может учитываться только для смягчения штрафных санкций. Да, только в этом случае. То есть в сторону уменьшения штрафных санкций, размера самого, да? Да, только для уменьшения штрафных санкций. Но чтобы совсем избежать штрафных санкций, для этого надо обязательно сдать отчётность в срок. Понятно. Ну, а как тогда быстро заполнить декларацию 3НДФЛ? От этого тоже много зависит, наверное. Ее своевременного такого, быстрого заполнения. Мы, конечно, рекомендуем сдавать 3НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика. Потому что это очень удобно, быстро. Можно заполнить декларацию в любое абсолютно время. Войти в личный кабинет налогоплательщика и выбрать вкладку «Заявить доходы». Там все предельно ясно, понятно. Еще удобно тем, что сервис заполнит за вас необходимые данные. Некоторые, например, персональные данные. Вам не придется их вводить, как говорится, заново. И останется только заполнить строки деклараций. И при этом еще сервис дает вам различные подсказки. Как заполнять декларацию. И вы сможете избежать каких-то ошибок. Также после того, как вы заполните декларацию в личном кабинете, там можно будет увидеть и предварительный расчет налога к уплате. То есть вы уже будете предварительно знать. Уже знать. Примерный расчет. К уплате, какой у вас будет налог. Да, ну это, конечно, да. Тут нужно, в общем-то, очень внимательно, наверное, быть. Да, в любом случае. Да, конечно. Поэтому люди стараются как-то именно конкретно подойти в налоговую инспекцию. Да, мы, конечно, понимаем, что... Но все же наш сервис очень удобный и рассчитан на все категории граждан. Я думаю, что это действительно очень удобно и понятно. Также можно сдать декларацию по программному обеспечению декларации. И такое программное обеспечение вы можете найти на официальном сайте ФНС, пройти во вкладку «Программные обеспечения» и найти там программу декларации. Там есть и инструкции по остановке, и аннотации, да. И как заполнить декларацию, есть видеоурок. Да, то есть тоже, да. Проблем никаких у вас не должно возникнуть. Такую программку можно установить себе на компьютер и заполнить также все строки. То есть нужно своевременно лишь бы обратиться, скажем так. Да, да. Не затянуть сроки там, значит, да, и так далее. А вот, ну, теперь, Наталья Валентиновна, все-таки вот особенности налогобложения НДФЛ, да, с доходов по процентам в банках, вот здесь что можете сказать? Ну, вот эта тема всех интересовала одно время. То есть это раньше было такое, потом в связи с пандемией льготу предоставили, то есть временно не начисляли. С 2023 года особенности налогобложения НДФЛ с процентного дохода следующее. То есть здесь берется не весь процентный доход, а именно разница. То есть дается вычет. Вычет — это необлагаемая база. То есть берется ваш процентный доход в банке, соответственно, вычитается этот вычет. Как он рассчитывается? Рассчитывается как произведение одного миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России, из действовавших по состоянию на первое число. То есть берется первое число каждого месяца, сравнивается эта ставка ключевая Банка России, соответственно, она берется максимальная и рассчитывается. Это не облагаемая сумма. Если получилась разница, тогда этот налог надо будет платить. Но здесь еще важно, если в случае роста ключевой ставки Банка России в течение года будет вычет больше, если она большая. Декларировать такой доход не нужно гражданам. Соответственно, по данным Банка, к нам сведения поступает, налоговый орган рассчитывает сам налог на доходы физлиц и включает сводное налоговое уведомление по сроку 1 декабря. То есть те, кто получил этот доход, соответственно, они могут увидеть в сводном налоговом уведомлении и посмотреть, что у них он возник. Кроме того, я вот хотела добавить по декларированию предыдущего. То есть у нас в личном кабинете физического лица есть вкладка «Имущество». То есть если вы продали имущество, например, в 2023 году, и, соответственно, вы когда посмотрите, оно снято с учета, и там дается приблизительный расчет. Программа у нас сама рассчитывает. То есть тогда, когда вы увидите этот расчет, вы, конечно же, должны, обязаны представить декларацию. То есть, ну, это для сведения. Хорошо. Ну что ж, может, если коротко очень, по выигрышам в лотерею. Ну вот у нас... Буквально несколько... Да, декларации мы должны сдавать по выигрышам в лотерею. Там размер интересует, конечно. Да, размер. Если вы получили выигрыш в лотерею, и он составляет до 15 тысяч рублей, соответственно, это обязанность физического лица, который получил этот выигрыш. Но здесь имеется также нюанс. То есть, ну, декларировать мы уже знаем как, мы все вам рассказали. Если вот эта оценка этого выигрыша, менее 4 тысяч рублей, в этом случае полностью 4 тысячи не облагается, тогда декларацию вы не сдаете. Все, что более 4 до 15 тысяч, нужно представить декларацию. Так, ну что ж, у нас времени буквально уже не осталось. Фактически, да, вот до конца нашего конца первого блока. Вот, Валерия Владимировна, ну что пожелаете нашим телезрителям, радиослушателям в такой ответственный момент? Всех граждан, которые получили доход в 2023 году, мы призываем подать отчетность, дать декларацию 3НДФЛ в срок, срок до 2 мая 2024 года, да, исполнить свои гражданские обязанности и уплатить налог НДФЛ в срок. Вот что там, да, парочку слов. Вот я могу сказать один момент. Пожалуйста. То есть, если вы получили уведомление от налогового органа, что вам нужно представить, а вы, к примеру, подарили свою квартиру близкому родственнику, вы обязательно напишите пояснение. То есть, если вы считаете, что вы декларацию... Да, 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 да. Вы считаете, что вы декларацию... То есть, вы считаете, что не должны представлять? Напишите пояснение, чтобы программа увидела, что вы, отзвук от вас был. Пожалуйста. Спасибо за внимание. Ну что ж, спасибо вам, участникам нашей сегодняшней передачи. Я хочу напомнить еще нашим телезрителям и радиослушателям, что действительно пришло время отчитываться до доходов за 2023 год. Нужно торопиться еще, конечно. Время у нас еще есть, как бы месяцы еще впереди. Но, тем не менее, надо все-таки успевать. Потому что штрафные санкции, они всегда висят над нами. Как сегодня сказала Наталья Людмиловна, что, конечно, здесь уже ничто не учитывается. Поэтому, вот, всего доброго. Спасибо за участие в передаче. Спасибо. Будем платить налоги за... Отчитываться о доходах за 2023 год. До свидания. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, Якутск сегодня вновь в прямом эфире. Наши телефоны 32-00-66, 32-11-66. Мы начинаем нашу вторую часть передачи. И хочу представить моего собеседника. Это председатель Якутской городской территориальной избирательной комиссии Сардана Борисовна Алексеева. Здравствуйте. 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 Я очень-очень, я очень-очень, я очень-очень, от всей души поздравляю с днём письменности народа Саха. Да, мы тоже присоединяемся к этим поздравлениям. Сегодня у нас вот на канале радио Титим, Саха радио Та, идут посвященные этому специальные выпуски передач. Ну что ж, надо сказать, что по всей стороне стартовал механизм «мобильный избиратель». Продолжается приём заявлений о голосовании по месту нахождения избирателя в дни проведения голосования. Вот что надо знать избирателю в связи с этим. Я думаю, что Сардана Борисовна сегодня очень подробно на этом остановится. Дадим ей слово, наверное, да, пожалуйста. Если какие-то вопросы возникнут у наших телезрителей, радиослушателей, то, пожалуйста, звоните, ждём вопросы. Да, не за горами выборы президента Российской Федерации. Наш счётчик показывает, что осталось до первого дня голосования ровно 32 дня. По мобильному избирателю. Механизм «мобильный избиратель» даёт любому гражданину Российской Федерации проголосовать по месту своего нахождения. Что это такое? Это значит, если у вас нет государственной прописки в городе Якутске, в Жатае, в пригородах, то вы можете воспользоваться подачей заявления по месту нахождения. Или же у вас будут какие-то непредвиденные обстоятельства для выезда за пределы города Якутска, отпуск, командировка, ну или какая-то любая причина, то вы тоже можете открепиться от нас и проголосовать по месту своего нахождения. Что для этого требуется? Первое. Можно подойти в пункты приёма заявлений. А их у нас в городе Якутске три. Первый пункт находится в окружной администрации города Якутска по Ленина, 15. Второй пункт приёма заявлений находится в кинотеатре Емьян. И третий пункт у нас находится в культурном центре Гагаринский. Таким образом, мы охватили территории всего города. Подойти к нам, подать заявление, наши специалисты помогут подобрать тот участок, где им будет удобно проголосовать. Это первый способ. И он продлится у нас уже начался с 29 февраля и продлится до 11 марта. Затем можно подойти в любые офисы «Мои документы». Они тоже осуществляют данный приём. Затем самый лёгкий способ – это воспользоваться порталом государственных услуг через свой личный кабинет, подать данное заявление. Ну и с 6 по 11 марта вы можете подойти во все избирательные участки, в любой избирательный участок, и также подать данное заявление. Так, какие документы нужно представить прежде всего? Нужен только один документ. Ваш паспорт или документ его заменяющий. Всё, больше ничего не нужно. А если, например, наши горожане, кто-то оказался в зарубежной командировке, или в тур поездки, куда он может обратиться тогда в голосование? Если избиратель ещё не выехал за пределы Российской Федерации, он также через все эти пункты может подать заявление. И наш Центр избирком Российской Федерации определил более 200 избирательных участков за рубежом. Поэтому выбирают консульство той страны, куда они собираются выехать. — Понятно. Уважаемые телезрители и радиослушатели, если есть таковые, кто, может быть, в ближайшие дни, может быть, через неделю, через три собирается в командировку или в отпуск, нужно, конечно, уже тоже об этом подумать заранее. Если какие-то вопросы будут, то, пожалуйста, звоните нам. 32 00 66 32 11 66. Ну, вот, например, человек в командировке оказался. Ну, то же самое практически. — Да, он подходит в любой избирательной комиссии. — Да, да, да. Время работы комиссии можете... — Мы работаем с 9 часов утра до 19 вечера с перерывом на обед с часу до 2. Также работаем в выходные и праздничные дни с 10 до 14 часов без перерыва на обед. Поэтому в любое время можете к нам подойти, позвонить, уточниться и подать заявление. Нам нужен каждый его голос. — Да, конечно. Ну, если несколько слов о избирательном округе нашем, вот, в городе Якутске. Сколько у нас избирателей, участковых комиссий, пожалуйста, вам скажем. — Так, на 1 января... Давайте остановимся на численности, да. — Давайте на численности, да. — На 1 января... — По-моему, меняется немножко такая. — Да. — Оно у нас подается 1 января и 1 июля. И вот на 1 января 2024 года по городу Якутску у нас более 195 тысяч избирателей. А по Житаю более 5500 избирателей. Всего по Якутской ТИК, так как мы обслуживаем два городских округа, это Якутский Житай, у нас 201 548 избирателей. У нас огромное количество членов участковых избирательных комиссий. Так, у нас по Якутской ТИК всего 124 участковых избирательных комиссий. Это 121 в городе Якутске и 3 по Житаю. А также мы своим решением определили два временных участка. Это в местах временного пребывания наших избирателей. Это в больницах, Национальный центр медицины и РБ-2, как мы говорим. — Хорошо. Вот такой вопрос, да, Сардана Борисовна. Вот 25 декабря 2023 года Якутская городская дума на четвертой очередной сессии депутатов решила переименовать улицу, да, автодорожная в городе Якутске на проспект Михаила Николаева. Ну, возникает, конечно, вопрос у тех, кто там проживает, на этой территории. Смогут ли проголосовать на выборах президента России? Жители, если у них в паспорте старое пока еще наименование улицы проспекта. — Мы об этом информацию размещали у нас на сайте и передавали по соцсетям. А избирателям, проживающим по этим адресам, по проспекту Михаила Николаева, не стоит беспокоиться. Потому что уже в списках избирателей мы уже переименовали автодорожную на проспект Николаева. Но в связи с тем, что большинство избирателей подойдут с автодорожной пропиской, то мы им дадим возможность голосовать. Не надо никуда ходить. Наши участковые комиссии примут их с такими паспортами. — Ага, значит, нечего больше у нас с жителями, да? — Нет, вообще беспокойства тут нет. — Вот надо сказать тогда, обращаясь к жителям по автодорожной... — Да, уважаемые жители автодорожного округа, по улице автодорожной, а ныне по проспекту Михаила Николаева, у вас нет поводов для беспокойства. Вы можете подойти со своим паспортом, где прописка у вас автодорожная, и все наши члены участковых избирательных комиссий дадут вам проголосовать. Ничего менять не надо. — Хорошо. Вот 17 февраля этого года по всей стране стартует федеральный проект «Инфорум УИК», называется, направленный на адресное информирование, да, и оповещение избирателей о дне, времени, месте, а также о формах голосования на выборах президента Российской Федерации. Это вот что-то предполагается, видимо, по домовой обход, да, скорее всего? — Совершенно верно. — Это основное новшество этой избирательной кампании. — Вот это новшество, да. — Потому что ранее мы этого не проводили. Это проводилось очень в пилотном проекте в других регионах, но не в городе Якутске. 17 февраля по 7 марта все члены участковых избирательных комиссий, так называемые обходчики, с целью информационно-разъяснительной деятельности пойдут по адресному информированию. Значит, по всем квартирам, домам, которые находятся в городе Якутске, в пригородах, в Жатае, и будут информировать о выборах президента Российской Федерации, о месте голосования, дате голосования. Возможно, они уточнят какие-то данные, возможно, они получат какие-то заявки и заявления о голосовании вне помещения, ну и расскажут о способах голосования, как можно проголосовать, о мобильном избирателе, о том, что можно голосовать вне помещения или же подойти к нам на участок. Но есть такие регионы, где будет проводиться дистанционное электронное голосование. Мы туда не попали, их 29, а другие регионы скажут даже и об этом. Но самое главное, чтобы допуск был в помещении, в конституции. Да, поэтому, уважаемые наши избиратели, просьба с пониманием отнестись к нашим обходчикам и, во-первых, вступить с ними в диалог и получить на все волнующие вас вопросы, ответы от компетентных лиц. Они придут в специальной эпикировке брендированной, накидка будет серого цвета, у них будет сумочка такая тоже с логотипом выборов президента Российской Федерации. У них будет планшет с установленным мобильным приложением InformUik. И там по этому мобильному приложению они вам зададут вопросы и внесут там какие-то уточняющие данные. Ну, конечно, я думаю, что списки избирателей всегда нужно уточнять. Да, конечно. Всегда это вызывает некоторые трудности, может, для комиссий. Как вы считаете? Наша цель вообще, да, это показать свою открытость, что важен каждый голос, что мы открыты и пришли к каждому избирателю и говорим, приходите к нам на выборы. Это очень важно. Да. Ну что ж, ЦИК «Россия» утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента. Президента России, да, и напомним, кто все-таки зарегистрирован в качестве кандидатов на должность президента. По-моему, если я не ошибаюсь, сегодня это завершена регистрация кандидатов. Пожалуйста. Да, совершенно верно. На сегодняшний день и в бюллетени попадут четыре зарегистрированных кандидата. Это от партии «Новый» люди Дованков Владислав Андреевич, затем Владимир Владимирович Путин путем самого движения выдвинутый кандидат, Слуцкий Леонид Эдуардович от партии ЛДПР и Харитонов Николай Михайлович от партии КПР. Вы совершенно верно сказали, что уже утверждена форма и текст документа, и где по особому порядку, по алфавитному порядку будут размещены данные о кандидатах. Хорошо. Ну что ж, ну, конечно, если вот вернуться, может быть, посмотреть маленько наперед, все-таки выборы пройдут, по традиции у нас, все-таки вот, ну, в этот раз... А, у нас телефонный звонок. Алло. Наушники. Так, наушники, пожалуйста. Светлана Борисовна. Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте. Свердлого 18-канных участок закреплен. Это Свердлого 18-канных. Свердлого 18-канных участок закреплен. Это эфирка нет, точно. Немер кетен калардах кана тегам. А так, адрес тары, каннаваларын, бхе ха сайка адресной книгаден бар, олымны керен көрек көп. Оларын эфирка нет, тэн, эхе ха так кана пет тегам. Сеп. 32-00-66, 32-11-66. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, звоните, задавайте вопросы. Сардане Борисовне Алексеевой, председателю Якутской городской территориальной избирательной комиссии. Ну что ж, теперь, если взять наши участковые избирательные участки, они все-таки там, наверное, уже задействованы будут видеонаблюдения. У нас в городе Якутске это применяется. Да, наша цель – показать нашу открытость. Еще раз повторить. Да, поэтому Центр избиркома Российской Федерации принято установление в 114 избирательных участках камер видеонаблюдения. Устанавливает Ростелеком, и он будет транслироваться в федеральный центр. Вообще все действия будут транслироваться туда. Прямо туда, да? Прямо туда, да. Ну это тоже такое. Да, но это показать свою открытость, чтобы не было никаких подозрений, что у нас что-то тут делается не так. Все нормально будет. Да, все нормально будет. Так, у нас телефонный звонок. Наушники, пожалуйста, Сардан Борисовна. Очередной наш радиотепресс. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. А у меня такой вопрос. Есть ли гражданин, да, прописан в другом ухе и проживает в городе Якутске, он может в Якутске проголосовать? Спасибо за звонок. Да, я как ранее говорила, данный избиратель может воспользоваться механизмом мобильный избиратель. Этому избирателю надо подойти к нам в пункты приема заявлений и закрепиться за тем участком, где он хочет проголосовать. Или же либо воспользоваться государственным порталом госуслуги и через свой личный кабинет закрепиться тоже за УИК. С 29 февраля он начался и завершится 11 марта. Так, ну еще время есть, получается. Да, есть время, но просто все равно, чтобы не пропустить эти сроки, нужно заранее подойти, чтобы воспользоваться своим конституционным правом. Так, уважаемые телезрители и радиослушатели, если еще есть вопрос, у нас время еще есть, немножко в прямом эфире, то задавайте. А так, у вас телефон горячей линии работает, наверное, пожалуйста, напомните нашим телезрителям и радиослушателям. Так, наши контактные телефоны это 408035 и 408097. По всем вопросам обращайтесь к нам в Якутскую городскую территориальную избирательную комиссию, мы вам ответим и разъясним по избирательному законодательству. Так, хорошо. Ну теперь вот общественные наблюдатели. Вот нынче, в общем-то, это будет, видимо, очень такая масштабная акция. Да, общественное наблюдение это вообще основной инструмент нашей открытости, и поэтому за этим очень строго следит и работает по этому направлению общественная палата республики Саха-Якутия. И мы избирательные комиссии приветствуем, когда присутствуют наблюдатели, потому что это еще один фактор показа нашей открытости и честности, что у нас все строго в рамках закона происходит. А так, мы знаем, что у них уже проводится обучение по всем общественным наблюдателям, ну и работа по закреплению тоже у них началась. Ну и сейчас все-таки проходят семинары обучающиеся для представителей, для членов комиссии, да, это очень много. Да, мы в рамках реализации проекта «Информу ИИК» на прошлой неделе в выходные провели обучение наших обходчиков. Целых три дня мы их обучали основным аспектам реализации данного проекта. Даже обучили их стрессоустойчивости, потому что пройти к нам, да, конечно, прийти к неподготовленным избирателю, это, наверное, нужна хорошая подготовка. Ну и вкратце, Саддан Борисович, ваше пожелание, обращаясь к жителям города Якутска, Жатария. Уважаемые горожане, во-первых, желаю вам крепкого здоровья и бодрости духа, а во-вторых, хочу, чтобы вы воспользовались своим конституционным правом избирать и быть избранным. Ждем вас на наши участки. Так, ну что ж, Саддан Борисовна, ну, все-таки территориальная комиссия уже готова, все, скажем, да, стопроцентно уже, можно так заявить? Да, мы готовы. Мы готовы и ждем всех избирателей. Ну что ж, в нашей сегодняшней передаче во второй части приняло участие председатель Якутской городской территориальной избирательной комиссии Саддана Борисовна Алексеева. Спасибо за участие в программе. Спасибо большое. Вел передачу редактор Юрий Сергеев. До свидания, все доброго. До встречи в эфире.